Мы уже в таком формате работаем не первый год. По счету это уже, когда мы передвигаемся на наших замечательных автомобилях, это уже четвертая подобная акция. По итогам трех предыдущих акций мы объехали уже все 85 регионов Российской Федерации. Цель акции, конечно, это информирование населения Российской Федерации о проблемах ВИЧ-инфекции. И одной из задач является дать достоверную информацию о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о путях передачи. Одной еще из задач у нас есть работа с медицинскими специалистами первичного звена, когда наши консультанты проводят занятия на тему роль специалистов первичного звена раннего явления ВИЧ-инфекции. Это очень важно. Еще одна из задач это родительские собрания с учениками, с родителями учеников старших классов. Еще у нас Министерство здравоохранения Российской Федерации организовало в этом году, это отличительная черта от предыдущих лет, когда среди НКО будет проводиться конкурс на лучшие НКО, работающие с уязвимыми слоями населения, с ключевыми слоями населения. По итогам будут выдаваться призы денежные на реализацию тех или иных проектов, зарекомендовавши себя с лучшей стороны. Об этом, кстати, проекте можно узнать на сайте aspedi.ru. Любой НКО, который работает с ключевыми группами, может там узнать всю интересующуюся информацию. Стереотипы у людей на сегодняшний день так складываются, что когда задаешь вопрос, чья проблема ВИЧ-инфекции, как правило, называют, это проблема молодежи, это проблема потребителей инвестиционных наркотиков, это проблема людей, оказывающих сексуальные услуги за оплату. Ну, конечно, это действительно так, но стереотипы они тоже на пустом месте не рождаются. Эта проблема была актуальна в конце 90-х, начало 2000-х годов. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. То есть сегодня мы видим все чаще и чаще ВИЧ-инфекцию как раз среди взрослого населения, это старше 30 лет. Это мы видим как и среди женщин в новых случаях, так и среди мужчин. И чаще всего с каждым годом мы видим среди новых случаев ВИЧ-инфекции как раз среди социализированных слоев населения, то есть имеющий какой-то определенный статус в обществе, семью, детей. И не всегда это бывает людей с рискованным поведением. То есть я как специалист Центра СПИД могу сказать, что среди наших пациентов мы много видим ситуаций, когда один постоянный партнер домой приносит ВИЧ-инфекцию. Поскольку мы живем в мире, где ВИЧ-инфекция – это реальность, Российская Федерация – страна с высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции, поэтому очень важно, и поскольку на сегодняшний день ВИЧ-инфекция преимущественно передается половым путем, обязательно каждый человек, живущий половой жизнью, просто обязан, но это даже модно на сегодняшний день знать свой ВИЧ-статус, проходить тестирование хотя бы один раз в год, не только для себя, но и для своего партнера. Потому что раннее выявление ВИЧ-инфекции… Во-первых, нужно быть уверен, что у вас все хорошо, а если уж выявится ВИЧ-инфекция, раннее выявление позволяет человеку при современной терапии, которая на сегодняшний день доступна, эффективна, бесплатна, начать вовремя эту терапию и прожить, по сути дела, полноценную, качественную и по продолжительности ровно столько, как и в общей популяции людей. Поэтому не нужно бояться, нужно знать, тестироваться и при необходимости вовремя начинать лечение. Ваш тест номер 12. Тест на ВИЧ у вас отрицательный. На тесте мы видим три окошка. Верхнее окошко – это окошко показывает, работает тест правильно или не работает. Он выдает нам красную полоску. Это говорит о том, что тест сработал и показывает верную информацию. Окошко посередине – индикация гена ВИЧ. Антиген ВИЧ. В общем, среднее окошко – это антиген ВИЧ. Полоски нет, то есть антигены к ВИЧ-инфекции у вас не обнаружены. И нижнее окошко – это антитела к ВИЧ-инфекции. Тут тоже нет полоски, следовательно, они не обнаружены. Антитела – это ответ иммунитета на вирус ВИЧ. То есть ваш организм не знает о том, что такое ВИЧ-инфекция. Он с ней не сталкивался никогда. То есть из этой всей информации мы делаем вывод, что тест на ВИЧ у вас отрицательный. ВИЧ у вас отсутствует. Если произошло недавно заражение, то могут показываться только антигены. Антитела вырабатываются спустя какое-то продолжительное время. То есть они появляются через 3 месяца. Через месяц, 3 месяца, где-то, наверное, организм начинает их вырабатывать. И они могут проявляться. Антиген, он как бы раньше появляется. Мы можем засечь, то есть после заражения ВИЧ-инфекцией, через 2 недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!